Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. В сегодняшнем видео мы разберем Асинта после переработки. Вы уже, я думаю, знаете, что она разрывает довольно-таки нехило. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как мы можем максимально ее превратить в героя, который может закончить бой за один раунд. Или, по крайней мере, перевернуть его в нашу сторону. Данное для этого видео предоставил, как обычно, Зилс, поэтому переходите на основное его видео, поддерживайте его лайком, подписывайтесь на канал, ему будет очень приятно. И в будущем он также будет предоставлять контент для русской аудитории. Ну а мы начинаем. Итак, друзья, разбор ее навыков всех я делал в одном из предыдущих видео, поэтому я оставлю ссылочку в описании, можете это там найти для тех, кто не видел. Здесь же мы будем разбирать по факту уже использование этого героя в нашей команде. Камень, артефакт и все остальное. Основной причиной, за которой синта стала просто нереально сильной и способной закончить бой в первом раунде, это ее последний навык, точнее последняя пассивка, с помощью которой она за каждые 3% потерянного здоровья своего получает бонусную атаку, бонусный урон навыкам и также энергию, которая по механике свыше 100 преобразуется в урон навыкам, то есть это говорит о том, что лишней энергии не будет. Она всегда будет преобразовываться в дополнительный урон. Что очень круто. В данных тестах асинта использует артефакт рога, которые нам дают очень много урона на этого героя и камень на критическую атаку. Далее мы также разберем сетап на скорость и я скажу в чем разница и что лучше. Первое, что отметил Зилз, это то, что данный герой раскрывается полностью именно в ауре 3 свет 3 тьма. На данном примере он использовал асинта, асмода, аиду, аспена, мимо и мишель. Вместо мишель он также пробовал на этом аккаунте ставить Белрейн и вместо мимо Ава. Это два героя, которые были доступны на этом аккаунте, так сказать, под замену для того, чтобы поиграться с составом. Белрейн, к примеру, бафает нашу команду на дополнительную атаку, что по итогу приводит к большим цифрам урона. Но Зилз хотел построить некую последовательность на старте боя и у него это получилось. Давайте разберем. В позднем пвп большая часть игроков используют аиду в сетапе с камнем на скорость и артефактом на энергию. Почему именно так, я рассказывал в разборе аиды, ссылочка также будет в комментарии закрепленном. Это очень важный сетап для аиды, который в пвп очень сильно решает. Поэтому, кто не видел, обязательно посмотрите почему. Из этого мы получаем то, что зачастую с первого или второго хода аида, как самый быстрый герой в игре, наносит очень хороший урон по Асинта. Там около третье здоровье она снимает. За счет того, что там будет действовать еще фракционный бонус к урону по Герою Тьмы. Но Асинта это все на руку, так как за счет этого урона она получает уже максимальную энергию в первом раунде без артефакта на энергию. И также серьезный разгон атаки и урона навыкам. И далее вступает в эту комбинацию Мишель, разогнанная на скорость. И так как Асинта имеет наименьший запас здоровья после первого навыка аиды, Мишель отхиливает именно Асинта, что дает ей больше шансов дожить до ульты. И помимо этого Мишель немаловажно также увеличивает шанс критической атаки Асинта еще на 20%. Для тех кто не знает, Мишель это единственный герой в игре, который повышает шанс крита союзника. Помимо этого она также имеет 40% шанс оглушения. Вообще Мишелька очень крутой герой, очень универсальный. Урона она сама не наносит, но как саппорт для вашей команды она очень крутая. По итогу мы получаем в первом раунде Асинта с полностью заряженной ультой, с высоким шансом критической атаки и с разгоном за счет последней пассивки. Как вы понимаете, эта гремучая смесь способна убить всю команду противника, что вы видите на своих экранах в первом раунде. Или как минимум оставить пару героев на последнем издыхании. В итоге мы видим, что один навык Асинта способен нанести в первом раунде 20 миллионов урона. И не стоит забывать о том, что это герой контроля. Она помимо урона также контролит команду противника. Плюс ко всему еще снижает энергию противника, что повышает выживаемость вашей команды. Конечно же есть и минусы у данного героя. Если ее к примеру поставят в контроль, то она может вообще ничего не сделать. Но в данном случае нас спасает второй слот в команде. Это самый безопасный слот для тех, кто не знает. Поэтому вот таких уязвимых героев зачастую ставят именно во второй слот. Или тех героев, которые нам нужно, чтобы прожили дольше всего. Далее давайте разберем Асинта с камнем на скорость. Если сравнивать ее с камнем на крит, то в этом случае Асинта будет иметь гораздо меньший взрывной урон. И так как это один из самых быстрых героев в игре, она походит раньше остальной массы. За счет чего получит меньше разгон, сравнивая с камнем на крит. И кстати у нас в этой связке присутствует интересный вопрос, на который я думаю немногие знают ответ. Он заключается в том, что Мишель и Асинта имеют равную базовую скорость в игре 1188. Так вот вопрос заключается в чем? Какой из этих героев при равной скорости походит раньше? Пишите ваши ответы, ваши догадки в комментарии. Можете остановить пока это видео и потом перепроверите себя. Итак, если у нас два героя имеют одинаковую скорость, то первым походит тот герой, который стоит ближе к первому слоту. В данной команде в первом слоте стоит Асмод и во втором слоте стоит Асинта. Получается, что даже если у Асинта и Мишель равная скорость, то Асинта походит раньше, потому что она стоит во втором слоте, а Мишель стоит в шестом. Ставьте лайки, кто не знал об этой механике, теперь вы будете в курсе. Далее, как альтернативу можно использовать также на Асинта топовый артефакт на Крит. Но комбинация с Аргами и Мишелькой понравилась ему больше на практике. Я также вам покажу, как она действует, потому что у меня все эти герои будут. Я уже с нетерпением жду орб-эвента для того, чтобы самому, так сказать, прикоснуться к этой механике и посмотреть, что будет творить Асинта. Ну а что касается боссов, то тут тоже все очень имбово. Я уже упоминал в одном из прошлых видео, что она нанесла 1 миллиард урона по третьему месячному боссу. Понятное дело, что это нестабильно, там у него получилось это всего один раз, но сам факт того, что она может нанести такой урон, заставляет задуматься. Смысл Асинта и основной урон, который она носит, заключается в том, чтобы ее боссы били как можно сильнее и чтобы она получала больше разгон за счет потерянного здоровья. В данном случае это тот герой, которого нам нужно именно захиливать, так как если вы будете ставить героев наподобие Валькирии, скилла Карима и других героев, которые снижают атаку босса, это будет напрямую влиять на конечный урон Асинта, так как она будет меньше разгоняться, соответственно. Так как на боссах мы используем волка, а не дракона и также здесь мы не используем Мишель, то есть на боссах Мишель никто не ставит, потому что она там особо не нужна. Из-за этого он Асинта полностью разогнал на крит, то есть камень на крит у него был и топовый артефакт на крит. В данном случае рога скорее всего будут проигрывать, поэтому он выбрал именно такой сетап. Что хотелось бы сказать в итоге, это герой, который очень сильный в позднем ПВП, в Ауре 3 свет 3 тьма она раскрывается максимально. В правильной комбинации с Мишелькой и с рогами она способна закончить бой за один навык или как минимум сделать такое преимущество, из которого противник уже просто не выберется. Также это герой, который наносит отличный урон в ПВЕ против боссов, то есть по факту это универсальный герой. Я бы сказал, что это герой разгона, который проще всего разгоняется. Друзья, кстати, я покажу у вас сейчас на экранах видео, где она за 5 раундов ультанула 4 раза, чтобы вы понимали, насколько сильно она разгоняется. Это, конечно, просто жесть. Это герой, который максимально просто разгоняется, ей абсолютно не важно зачастую, что у вас стоит в команде. Конечно, то, что у вас стоит в команде будет влиять на конечный итог, но я имею ввиду то, что она не зависит от ваших героев, там, кто будет умирать, кто будет не умирать и так далее. То есть вот эти стандартные механики разгона. Ей на это все пофиг. Она получает урон, она разгоняется и в ответ разваливает лица, что очень круто. Ну а я с вами прощаюсь. Если было интересно и полезно, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео и пишите ваши вопросы в комментариях. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok